Пример мобильного оборудования, как мы говорили, есть целый оборудование, которое перемещается. Собственно, когда мы работаем в проектах, мы пытаемся на конкретных классах показать, как правильно описывать объект. Снова, собственно, карьерные самосвалы. С точки зрения логики описания классификатора, те функции, которые выполняет возобновающая промышленность, металлургия, химия, то есть это конспортировка с кучей груза. Это его основное назначение. С точки зрения его нахождения в системе, помните блок такой системы, когда я описывал структуру базы данных. С точки зрения мобильной техники, несмотря на то, что она на колесах и перемещается в пространстве во времени, она находится в системе, как ни странно. Эта система называется система, если это карьеры, то есть план горных работ, в котором обозначена схема расположения оборудования на карьерах. Есть определенные цепочки, в которых этот грузовик, не самосвал, находятся по точке им производства. То есть есть схема, на которой обозначены, собственно, эти аппараты оборудования, как элементы этой схемы. И опять-таки, с точки зрения критичности часто нас спрашивают, как определить критичность самосвала. Он всегда привязан к схеме, в которой он работает. На плане есть система культурализации, в которой он обозначен как бортовой номер такой-то, и он находится на такого-то экскаватора. Поэтому с этой точки зрения он тоже часть системы. И собственно рекомендация это брать эти планы и из них строить схемы обложения оборудования. С точки зрения самосвала он состоит из основных узлов, которые сами по себе являются, видно, здесь какого размера эти колеса. Соответственно рекомендация описания узловой структуры самосвала в виде отдельных элементов этого самосвала, отдельные узлы и компоненты, которые наиболее дорогие, наиболее присутствие емкие в плане ремонта, как узлы этого самосвала. Видно, да? Основные компоненты мобильного оборудования. Опять-таки с точки зрения конкретных там примеров, двигатели и трансмиссии самосвала они являются номерными, поэтому с точки зрения достаточно понятно откуда взять информацию по структуре оборудования узлов. Показан пример, как в точке зрения, ну по крайней мере нашего опыта, можно использовать эти узлы и компоненты для именно определения наработки, то есть именно счетчика наработки для отдельных компонентов. В том числе по шинам это применяется, когда есть четыре шины, да, или там шесть или восемь, да, сейчас есть самосвала. Для каждого из которых есть своя место в базе данных оборудования для учета либо наработки, либо дефектов, да, из ЛАН, то есть видно, что у нас объект на самосвале 227547, но при этом видно, что это именно платформа либо это именно двигатель и соответственно дефект здесь может быть описан именно как дефект платформы в ставе самосвала. Поэтому с точки зрения информации мне здесь удобно как бы сделать эти дефекты и соответственно описывать работы с этим узлом, поставив это оборудование на уровне каких-то узлов. По элементам узлов, да, опять-таки мы сейчас говорим про БелАЗы, про оборудование мобильное, да. В чем удобство состоит из такого внутриверенного подхода? Однажды описав объект учета как элемент с узлами и компонентами ваши, те же самые дефекты, те же самые отказы, те же самые отстающие по замене там каких-то компонентов подразделения, они в любой информационной системе, это задача уже айтишников, они могут быть развернуты в виде отчетов, да, то есть там светофоров, каких-то элементов, таблицы сводных. Они очень удобны для потом инженерного персонала, директора, инженера, в виде отчета по каким-то там узким местам в составе всего парка оборудования, но в таком виде. У нас вот коллеги из Казахстана приезжали на конференцию, они очень успешно используют по огромному парку машин такую простую отчетную форму для планерок. То есть они не обсуждают Caterpillar весь, он не обсуждает те моменты, которые на текущий момент действительно являются там узкими местами. Именно с ними потом будет. Ну, опять-таки это некие уже, скажем так, фишки аналитики, но чтобы это создать, нужно было сделать то, о чем я говорил, да, то есть классы оборудования, принципы классификации, узлы, они должны быть созданы до момента описания этого оборудования в системе. Субтитры создавал DimaTorzok